Создавший нас Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас вечный. Благослови Господи Иисусе, для стесы не Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешительную Душу, истинной, живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди вселись он и очистен и уцетельски верны. Благослови Господи, спаси Благослови Души наши, Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи. И наша Владыка, прости беззаконие, наша святый посети из цели немощи нашей имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Отче наш, и жизни на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как она, небеси на земле, Хлеб наш насущный дашь нам внесть, и остави нам долги наши, окажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое, Сарство и Силы, и слава веки, аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, язычники пришли в наследие твое, сквернили святой храм твой, Иерусалим превратили в развалины, трупы рабов твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным, лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Божий сил, обратись же, призрись неба и посети виноград сей, охрани то, что насадила десница твоя и отрасли, которую ты укрепил себе, он пожжен огнем, обсечен от прещения лица твоего погибнут, да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя твое. Господи Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. Помощник и покровитель явился мне ко спасению, он Бог мой, прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его, ибо он торжественно прославился. Помилуй меня, Божий, помилуй меня. С юности Христе я пренебрегал, твоими заповедями неудержимо, страстно, не родея, не заботясь, проводил я жизнь, спаситель, потому-то и взываю к тебе, спаси меня, хотя при конце. Помилуй меня, Божий, помилуй меня. Спаситель, не незринь меня, повернувшегося пред вратами твоими, вуат, хотя в старости, как человека любит, сдал бы мне оставление при грешении, прежде и кончины. Помилуй меня, Божий, помилуй меня. Расстратив на распутство свою природу, я, спаситель пустыня по плодам, благочестия не имея пищи взываю. Отец милосердный, поспеши и смилуйся надо мною. Помилуй меня, Божий, помилуй меня. По моим помыслам я человек, попавшийся разбойником, имя я весь изъязвлен, покрыт ранами, но ты, Христос, спаситель, сам приди и исцели меня. Помилуй меня, Божий, помилуй меня. Заметив меня, священник, прошел мимо, презрел или вид, видя меня в ужасном положении обнаженного, но ты, воссиявший от Марии Иисусе, приди и смилуйся надо мною. Преподобная Матерь Мария, моли Бога о нас. Ты даруй мне, Мария, святолучную благодать Вышнего Божественного промысла, избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги Твоей жизни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в ее единстве, сними с меня обременительную тяжесть греха, и по своему милосердию дарю мне умилительные слезы. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощник всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица, прими меня кающегося. В нем ли небо я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Подобно Давиду, я необузданно пал и изгрязнился, но омой и меня спаситель слезами. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ни слез, ни покаяния, ни умиления нет у меня. Ты, спаситель, как Бог, даруй мне сие сам. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я погубил первозданную красоту и благообразие мое, и теперь лежу на гимн и стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Господи, Господи, не затвори предо мною в это время дверь, но отвори ее для меня, кающегося пред Тобою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. В нем ли, спаситель, стенанием души моей, прими слезы очей моих и спаси меня. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты, желающий всем быть спасенными, человеколюбец, призови меня по доброте и прими меня, кающегося. Ты, Пресвятая Богородица, спаси нас. Ты, Чистая Богородица, Дева, Ты одна, всеми воспеваемая усердно моля о нашем спасении. Видите, видите, что я Бог, в древности одоздивший ману, источивший воду из камня для народа моего в пустыне, единую десницу и крепостью моей. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Видите, видите, что я Бог, внимай душа моя, взывающему Господу, остав прежний грех и побойся, как праведного судью и Бога. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа многогрешная, кому ты стала подобна, поразивши камнями, злодействами тела и умертвивши разум безрассудными помыслами, как не первому каину и тому ламеху. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Провержавши взором всех живших до закона, увы, не уподобилась душа сифу, не подражала и носу, ни и ноху через приселение, ни ною, но оказалась бедною свойствами жизни праведников. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты одна, душа моя, отвезла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю, всю плоть и дела и жизнь, и осталась вне спасительного ковчега. Преподобная Матерь Мария, моли Бога о нас. Отвратившись от прямого пути греха, ты с полным усердием и любовью привегла ко Христу, живя в непроходимых пустынях и безукоризненно исполняя божественные его заповеди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безначально несознанная троица, нераздельная единица, прими меня, кающегося, спаси согрешившего, я твое создание, не презри, но пощади и избавь меня от наказания огнем. И ныне и приснои во веки веков. Аминь. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда для прибегающих к тебе и пристань для застегнутых бурей. Твоими молитвы у милостив и для меня, милостива Создателя твоего Сына. На камне твоих заповедей утверди, Господи, поколебавшееся сердце мое, ибо ты один свят и Господь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ты, злосчастная душа, не унаследовала символа благословения и не получила подобное ответу обширного владения. На земле отпущения, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Выдь, душа моя, из земли хоран, греха поспешай в землю источающие вечно живое нетление, Которую Авраам унаследовал. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ты слышала, душа моя, про Авраама, оставившего в древности отечественную землю и сделавшегося странником, подражая его решимости. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Угостив ангелов, подумал маврийским Авраам, на старости получил добычу обетования. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Узнавши про Исаака, таинственно принеси нога Господу новой жертвою, все сожжения, подражая злосчастная душа его решимости. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ты слышала об изгнанном, как по рождении рабыни Измаили, трезвись, душа моя, чтобы и ты, отдаваясь похотям, не претерпела бы чего-либо подобного. Преподобная Матерь Мария, моли Бога нас. Охвачен я, Матерь, бурей и треволнением и прегрешений, но ты сама спаси меня ныне и приведи к пристанищу божественного покаяния. Преподобная Матерь Мария, моли Бога нас. Преподобная, принесшая ныне усердное моление к умилостивлительными твоими молитвами, Богородица, Отверзи и для меня божественные входы, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Простая, несозданная троица, безначальная, в троичности лица, спеваемое существо, Спаси нас, сверую поклоняющихся державе твоей, И ныне признай вовеки веков, аминь. Ты, Богородительница без мужа, родила вне времени родившегося от Отца Сына, И дивное чудо прибыло Девою при млекопитании. Услышал пророка пришествия твоем, Господи, и устрашился, что тебе угодно родиться, а где выявиться людям, и сказал, Услышал я весть о тебе и устрашился, слава силе твоей, Господи. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Тело мое оскорнено, дух грязен, весь я покрыт струпами, но ты, Христе, как врачу-врачу и то, и другое моим покаянием о мой. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Посреди земли ты устроил спасение милоседной, чтоб мы спаслись. Ты добровольно распялся на древе, и дым затворенный открылся. Тебе поклоняются небесные земные и все спасенные тобою народы. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Да будет мне омовением кровь из ребр твоих и вместе питьем, источившее оставление грехов, чтоб мне и тем и другим очищаться, слове помазуя и напояясь, животворными твоими словами, как мазью и питьем. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Церковь приобрела себе чашу в живононосном ребре твоем, из которого проистек нам двойной поток оставления грехов и разумения. Спаситель наш в образ обоих заветов ветхого и нового. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Я был лишен брачного чертога, лишен и брака, и вечеря, и святильник, как без елея погас. Чертог закрылся во время моего сна, вечеря окончена, а я связанный по рукам и ногам, как бы извержен вон. Но ты обновил меня покаянием, и я вновь на поприще с тобою. Слава отцу и сыну и святому духу. Нераздельное по существу, неслиянным в лицах богословски исповедую тебя. Троичное, единое божество, соцарственное и сопрестольное. Возглашаю тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую. И ныне и присвои во веки веков. Аминь. В обоих случаях, Богородица, сохраняя по естеству девство, рожденный тобой обновляет законы природы. А девственное чрево рождает, когда хочет Бог. То нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю. Человеколюбец, путеводи меня к повелениях твоих. И научи меня, Спаситель, исполнять твою волю. Благодарю тебя, Господи Боже мой. По упорству я был, как жестокий нравом фараон, владыка. По душе и телу я, и они, и амврий. И по уму погрязший, но ты помог мне. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Загрязнил я несчастный свою умну, ты омыл меня, владыка. В купели с лес моих, молю тебя, и убили, как снег, одежду плоти моей. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Когда исследую свои дела, Спаситель, то вижу, что превзошел я грехами всех людей. Ибо я грешил с разумным сознанием, а не по неведению. Но я все еще жив, и есть надежда. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Пощади, Господи, пощади создание Твое. Я согрешил, прости меня, ибо только ты один, чист по природе, и никто, кроме тебя, ни чувств, ни чистоты. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Ради меня, будучи Богом, ты принял мой образ Спаситель. И, совершая чудеса, исцелил прокаженных, укреплял расслабленных. Остановил-ка во течение укралаточивой прикосновением одежды. Преподобная, Мать и Мария, моли Бога о нас. Ты перешла потоки Орданские и приобрела покой безболезненный. Оставив плотское удовольствие, от которого избавь и нас твоими молитвами. Преподобная, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога. Свят, Свят, Свят Отец, Сын и Дух. Простое существо, единица, вечно поклоняемая. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь. В Тебе, нетленная, не познавшая мужа, махер-дева, Облекся в мой состав сотворивший мир Бог И соединил с собой человеческую природу. От всего сердца моего я возвал к милосердному Богу, И Он услышал меня из ада преисподнего И возвал жизнь мою от погибели. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Восстанье побеждай, плотки и страсти, как Иисус Амалика. Всегда побеждай, и говонитян, обостительные помыслы. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Душа Бог повелевает, Перейди, как некогда ковчеги Ордам, Текущее по своему существу время, И сделайся обладательницей обещанной земли. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Подобно тому, как Ты спас Петра, воззвавшего, Поспеши, Спаситель, спасти меня, избавь меня от чудовища, Простерши свою руку и выведи из глубины греха. Благодарю Тебя, Господи Боже мой! Тихое пристанище, вижу в Тебе, Владыка, Владыка Христе, Поспеши же избавить меня от непроходимых глубин греха и отчаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах, И единица, соединенная по существу, Свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь! Чрево Твоё родило нам Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и присно, и во веки веков, аминь! Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, И ты смутишься, пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос Бог вездесущий и все наполняющий. Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, И ты смутишься, пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос Бог вездесущий и все наполняющий. Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам, но не оставь нас до конца, Боже, Отцов. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты, душа добровольная, вместила в преступление монассии, поставив вместо этого страсти и умножив мерзости, но усердно подражая его покаянию с чувством умиления, благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты подражала Ахаву в мерзостях, душа моя, увы, Ты сделала жилищем плоских нечистот и постыдным сосудом страстей, но вздохнула из глубины своей и поведала Богу грехи свои, и Он простил и приблизил Тебя к себе. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Заключилась небо для Тебя, душа, и голод от Бога послан на Тебя, как некогда на Ахава за то, что он не послушал слов Ильифе святянина, но Ты подражай вдове Сарепской, напитай душу пророка. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Илья попалил некогда дважды, по пятидесяти служить Илья завели, да истреблял гнусных пророков Ее во обличение Ахава. Но Ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в воздержании. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Сыну и Святому Духу. Троица простая, нераздельная, единосущная, и одно божество, святый и свет, три свята, святый и одно лицо свято. Бог Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же и Ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех. И ныне и присвои во веки веков. Аминь. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, Богородительница, ибо Ты родила одного из нераздельной троицы Христа Бога, и сама открыла для нас, живущих на земле небесные, обители. Кого прославляют воинства небесные, пред кем трепещут Херувимы и Серафимы, того все существа и творения, воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Правосудный Спаситель, помилуй избавление от огня и наказание, которому я должен справедливо подвергнуться на суде. Прости меня пред кончиной, дах мне добродетели покаяние, благодарю Тебя, Господи Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Как разбойник взываю к Тебе, вспомни меня, как Петр, горько плачу. Спаситель, как мытарь, издаю вопль, будь милостив ко мне. Проливаю слезы, как блудница, прими мое рыдание, как некогда от жены хананейской. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Один врач-спаситель, из цели гниения моей смиренной души. Приложи мне пластырь или вино, дела покаяния, умиления со слезами. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Подражаю жене хананейской. И я взываю к сыну Давидову, помилуй меня. Касаюсь одежды его, как кровоточивая, плачу, как Марфа и Мария над Лазарем. И Ты простил меня и принял на вечерю Твоей любви. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безначальный Отчество, безначальный Сын, утешитель благий Дух, правый родитель Слова Божия. Безначальное Слово Отца, Дух, животворящий и созидающий Троица Единая. Помилуй меня и ныне пресной во веки веков. Аминь. Мысленная порфира, плод Еммануила, соткалась внутри Твоего чрева, причистое, как бы из вещества пурпурного. Потому мы почитаем Тебя истинною, Богородицу. Рождество от бессемейного зачатия неизъяснимо, без мужной матери нетленен плод. Ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому Тебя, как Богоневесту Матерь, мы все роды православно величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Врачуя болезни, Христос Слово благовествовал нищим, исцелял у вечных, вкушал с мытарями, беседовал с грешниками и при косновении в руки Возвратил в вышедшую из тела душу и аировой дочери. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Мытарь спасся и блудница сделала целомудренной, а гордый фарисей подвергся осуждению, ибо первый взывал «Будь милостив ко мне», другая «Помилуй меня», а последний тщеславно возглашал «Боже, я не таков, как прочие, и прочие безумные речи благодарю Тебя, Господи, Боже мой». Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Захей был мытарь, однако спасся, Симон Фарисей соблазнялся, а блудница получила решительное прощение от имеющего власть отпускать грехи. Спеши, душа, и ты подражать ей. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Бедная душа моя, ты подражала блуднице, которая, взяв сосуд, с миром мазала со слезами, отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних ее прегрешений. Так же было и со мною. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие, страшись этого примера, чтобы Тебе не быть, как они, и во владыка, уподобив их садомлянам, присудил их к аду. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананьянки, слышавший о вере, по которой Божьим словом из церенодочию Ты воззвала, как она Христу из глубины сердца, Сын Давидов, спаси меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, Животворящему и Просвещающему концы. Прослаем Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом, жизни и жизням, к животворящему и просвещающему пределы вселенной. И ныне и преснаем во веки веков. Аминь. Сохраняй град, свой причистая Бога родительница, по твоей защиту он создает с верою, и от тебя получает крепость и при твоем содействии, неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный Отче Андрея, моли Бога нас. Андрей Достащимый, отец приблаженный, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих Тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчестных прегрешений нам всем, искренно почитающим память Твою. Апостол Матфея, чтение. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Иллионской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тот час найдете ослицу привязанную, и молодого осла с нею отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите, чере Сионовой, сие царь твой гребет тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне под Еремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Иисус привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, и другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Асанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господня, Асана Вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей, если Иисус, пророк из Назарета Галилейского!» Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Святитель Иоанн Златоуст о посте из второй беседы после низвержения статуй. «Посмотри же, как постились не невитяне, и как они избавились от гнева того, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели!» Иоанна 3 глава 7 стих. «Что, говоришь, скажи мне, и благословения, и бессловесные постятся, и лошади, и мулы покрываются вретищем?» «Да, — говорит, как по смерти богатого человека, родственники одевают во вретище не только рабов и рабынь, но и коней, и, поручив их конюхом, заставляют следовать за гробом, чтобы этим выразить великость потери и возбудить во всех сожаления. Так и тогда, как тому городу угрожало истребление, жители облекли во вретище бессловесную тварь и наложили на нее иго поста. «Бессловесно, — говорили они, — нельзя вразумить о гневе Божьим словом, пусть же вразумятся голодом, что Бог послал это наказание, потому что если погибнет город, то будет общим гробом не только для нас, но и для них. Они должны будут разделить с нами наказание, пусть же разделят пост. Впрочем, неневитяне в этом случае поступили так же, как и пророки делают. Они, когда увидят, что с небес несется тяжкий удар, и обреченные на наказание не имеют никакой надежды, покрыты стыдом и никакого не заслуживают прощения, извинения, то, не зная, что делать и где найти для осужденных защиту, обращаются к животным и, оплакивая их смерть, ради них умоляют о пощаде и указывают на их погибель, достойную жалости и многих слез. Так, когда голод постиг иудеев, и их страна подверглась великой засухе и все когибало, один из пророков сказал, «Как стонет скот! Уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити. Даже и животные на поле взывают к тебе, потому что иссохли потоки». Вот Иаиля, книга 1 глава 17-18-20 стихи. Другой пророк, оплакивая бедствие без дожди, опять вот что сказал, «Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы, и дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы». Иеремия 14 глава 5-6 стихи. «Так и сегодня вы слышали, что сказал Иаиль, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы, соберите отроков и грудных младенцев». Иаиль 2-16. «Почему, скажи мне?» Он призывает к молитве этот незрелый возраст. Очевидно, по той же самой причине. «Так как все, достигшие мужеского возраста, огорчили и прогневали Бога, то пусть, говорит, умоляет прогневанного». То есть, Господа, возраст, еще не знающий греха. Но, как я сказал, посмотрим, что удалило этот неотвратимый гнев. Не пост, или только и вретище, не это, но перемена всей жизни. Из чего это видно? Из самих пророческих слов. Тот же самый пророк, который сказал о гневе Божьем и об их посте, о примирении, причине примирения, говорит так. «И увидел Бог дела их, Иоанна 3, глава 10 стих. Какие дела? Что они постились, что облеклись во вретище. Совсем не то, но умалчивая об этом, и о том, он присовокупил, что они обратились, каждый от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Видя, что не пост исхитил от опасности, но перемена жизни сделала Бога благим и милостивым киноплювенником. Это сказал я не для того, чтобы мы бесчестили пост, но чтобы почитали его. А честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов. Так что, кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его. Ты постишься? Докажи мне это своими делами. Какими, говоришь, делами? Если увидишь нищего, подай милостыню. Если увидишь врага, примирись. Если увидишь своего друга, счастливым, не завидуй. Если увидишь красивую женщину, пройди мимо. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, все члены нашего тела. Пусть постятся руки, пребывая чистыми от хищения и любостяжания. Пусть постятся ноги, перестав ходить на беззаконные зрелища. Пусть постятся глаза, приучаясь не устремляться на благообразие лиц и на засматривание на чужую красоту. Зрение из пищи очей. Если она противозаконна и запрещена, то вредит посту и разрушает спасение души. Если же законно и дозволено, то украшает пост. Всего нелепее было бы в рассуждении яства воздерживаться и от позволенной пищи, а глазами пожрать и то, что запрещено. Ты не ешь мясо, не скушай же и глазами нескромности. Пусть постится и слух, а пост слуха в том, чтобы не принимать словословие и клеветы. Не внимай, говорит пустому слуху. Исхода 23 глава 1 стих. Пусть язык постится от скромнословия и ругательства. Что за польза, когда мы воздерживаемся от птицы и рыбы, а братьев угрызаем и снедаем? Злословящий снедает тело братнее, угрызает плоть ближнего своего. Аминь. Господи, силу твою веселиться, царе спасение, с твоим безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул, ибо ты встретил его благословениями благости, и возложил на голову венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие навеки век. Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие, ты положил на него благословения навеки, и возвеселил его радостью лица твоего. Ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов, то их десница твоя найдет всех ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты снедаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их, и подживет их огонь. Ты истребишь плод их земли, и семей их и сынов человеческих. Ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков, то их пусть и стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силую твою мы будем воспевать и прославлять твое могущество. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину и смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. Твой же золотой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, вымостил и леем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ибо он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего, таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия. Якова, поднимите врата верхи ваши и поднимите с двери вечной и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши и поднимите с двери вечной и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог, услышите до последних земли, яко с нами Бог, могущие покоряйтесь, яко с нами Бог, ащи бупаки возможите и паки побеждены будете, яко с нами Бог. И ежащий совет свящевает и разорит Господь, яко с нами Бог, и слово ежащего с глаголи тени прибудет в вас, яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, не же смутимся, яко с нами Бог. Господа же Бога вашего того святим, и той будет нам во страх, яко с нами Бог. Ящи на него, надеясь я буду, будет мне во освященье, яко с нами Бог. И уповаясь буду на него, и спасуся им, яко с нами Бог. Сиазы дети я жими, дади Бог, яко с нами Бог. Люди, ходящие во тьме, видящие свет вели, яко с нами Бог. Живущий во стране и синий смертный свет воссияет новым, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, сын, и дадеся нам, яко с нами Бог. Его же начальство быстро раме Его, яко с нами Бог. И мира Его не с предела, яко с нами Бог. И нарицается имя Его Велика Совета Ангел, яко с нами Бог. Чуден Советник, яко с нами Бог. Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами Бог. Отец будущего века, яко с нами Бог. С нами Бог, разумейте языц и покоряйтеся, яко с нами Бог. День прошедший. Благодарю тебя, Господи, вечер прошу с ночью. Без греха подальцами спаси. Спаси мя, слава, Отцу и Сын, и Святому Духу. День пришедший. Слава, слава, Летя, Владыка, вечер прошу с ночью. Без блаженства подальцами спаси и спаси мя. И ныне, пресно, веки, веков, аминь. День пришедший. Слава, слава, Летя, святые вечери. Вечер прошу с ночью. Ненавидь, подальцами спаси и спаси мя. Бесплотное сесту херувимское. Немолчными песнями тебя слава, словят. Шестокрыльное животное сарафими. Непрестанными глаз сетя превозносят. Ангелов же вся воинство. Три святыми песни тебя восхваляют. Прежде Бог всех, Сы, Иси, Сы. Отец, Иси, Собиазначально, Иваши, Твоего Сына. Равночестного, Ся, Духа, Жизни. Троица, являющая нераздельная. Пресвятая Дева, Матерь Божия. Иже слово, Самовицы и слуги. Пророк же и мученик всей лицей. Яко бессмертну имущий жизнь. О всех молитесь, а прилежно, яко все есть мы. В бедах до прелести избавшихся лукавого. Ангельскую опием песнь. Святый, 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 Ты, Святый, Господи, помилуй и спаси меня. Аминь. Верную во единого Бога, Отца Вседержителя. Творца неба и земли видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Единородного Ижи, От Отца Рожденного прежде всех век. Святого, Святого Бога истина, От Бога истина. Рожденно, несотворенно, едино существуем же все выше. И воплотившегося Духа Святого и Марии, Девы и Воченовевшегося. Рассятого же Замы при Пантисием Пилоте. Истрадавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям. И вошедшего на небеса, и сидящего в детсновую Отца. И в баке грядущего со славою судите живым и мертвым, и Боже, царствы, не будет конца. И в Духа Святого, Господа истина, и животворящего, и же от Отца исходящего. И же с Отцем и Сыном поклоняемо, и славим от глаголовшего пророки. Во единую святую, соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение и восставление грехов. Чарю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Поклоны. Пресвятая Владычица, Богородица, моли о нас грешных. Пресвятая Владычица, Богородица, моли о нас грешных. Пресвятая Владычица, Богородица, моли о нас грешных. Все небесные силы, святых ангелов, ангел молитвы о нас грешных. Святые Иоанне, пророчи и претечи и хрестителю Господа нашего Иисуса Христа, моли о нас грешных. Святые славные апостоли и мученицы, пророции, все святые молитвы о нас грешных. Преподобные и богодосные отцы наши, пасты и учители вселенной, молитвы о нас грешных. Непобедимые и непостижимые. И божественная сила, честного же Творящего Креста, не остави нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наше, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков, аминь, Отче наше, живи в Сином небесе, досветится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и огона небеси на земле, хлеб наш насущный дашь нам гнезь, и остави нам долги наши, окажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукового, ибо Твое, Царство и Силы, слава веки, аминь, Просвети, очи мои, Христе Божий, да никогда уснул смерть, да никогда враг мой укрепился на него, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Божия, яко посидеха жду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блажа, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков, аминь, яко ним и дезновение запремно и грехи наше, Ты же о тебе, родчика, все моли, богорец и дева, многому может моление матерне, ко благосердию ладыки, не презви грешных, мольби все чистая, яко милостив есть и спасти, магии же и страдати, а нас изволивай. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мы не присно и во веки веков, аминь, честнейшую, херубьем и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искления Бога, Слово Росшую Исущую, Богородицу Тя величаем. Господи, 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 избавляй нас от всяких стрел, летящих во дни, избавляй нас от всяких вещей во тьме приходящих, прими жертву вечернюю рук наших воздаяния, сподоби же нас и ночные поприща без порока прийти, неискушенные от злых, и избавляй нас от всякого смущения и болезни, я же от дьявола нам, пребывающим, даруй душам нашим умиления и помыслам нашим, попечения ежедно страшным и праведним Твоем суде испытанием, пригвозди страху Твоему плоти наше и у мертвихуды наше сущие на земле, да и сонным безмолвием просветимся зрением судеб Твоих. О, имел же от нас всякое мечтание неподобное и похоть вредну, восстави же нас во время молитвы, утвержденной в вере и приспевающая в заповедях Твоих благоволением и благостью единородного Сына Твоего, с ним же благословен и си, с пресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподим Самому Христу Цареве и Богу нашему. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не уменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обещали кости мои от вседневного втянания моего, ибо день и ночь чекотела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не вскрыл беззакония моего, и я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитием многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти, буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь, о Господе, и радуйтесь, праведное, и торжествуйте все правое сердцем. Радуйтесь, праведное, о Господе, и правом прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на сеструнной псалтири, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо слава Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа снатолены небеса, и духом уст Его все воинство ив. Он собрал будто груды морские воды, положил в грезды в хранилищах. Добоится Господа вся земля, но трепещут пред Ним все живущие во Вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей. Совет же Господень стоит вовек, помышлений сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, который восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, Исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу и своею. Вот только Господь над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Не честь и беззаконно, говорит, в сердце моем нет страха Божия перед глазами Его. Ибо Он мстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть Его. Слова уст Его, неправда и лукавство не хочет Он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твоих бесна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя Божия. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя, и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие незвинуты, и не могут стать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и Жиси на небесе. Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Эка на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, Эка же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое с Царством и силой слава веки. Аминь. Господи, сил с нами будет, и ногоборазвий Тебе, помощника скорби неима мы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его. Господи, сил с нами будет, и ногоборазвий Тебе, помощника скорби неима мы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству великого. И ногоборазвий Тебе, помощника скорби неима мы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Его во гласе трубне, хвалите Его во псалтыре и гуслях. Господи, сил с нами будет, и ногоборазвий Тебе, помощника скорби неима мы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Его во струнах и органе. Господи, сил с нами будет, и ногоборазвий Тебе, помощника скорби неима мы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Его на кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание дохвалит Господа. Господи, сил с нами будет, и ногоборазвий Тебе, помощника скорби неима мы. Господи, сил помилуй нас, хвалите Его во утверждение силы Его. Господи, сил с нами будет, и ногоборазвий Тебе, помощника скорби неима мы. Господи, сил помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Господи, ащи небыхом святая Твоя, имели молитвенники и благостыню Твою милующую нас. Как осмели бы ихом спаси петите Его же славословие от непрестана ангелы. Сердцевещи, пощади души наше и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Много и множество моих, Богородицу, при грешении к Тебе, прибегов чистое спасение требуя. Посети немуществующую мою душу и моли Сына Твою, Бога нашего, дать имя оставление. Ежесадеих, лютых, едино благословенная. Всесвятая Богородица, во время жизни моя, не остави меня человеческому предстательству, не верь мя, но сама заступи и помилуй мя. Все упование на Тя возлагаю, Матя Божия, сохрани меня под покровом Твоим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый славами Христе Божии. Долго терпели и много милости, и много благоутробнее. Иже праведное, любя и грешное, и милый, иже вся завыка спасения обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, приими и нас в части и молитвы. Исправи жизнь наших заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти. Помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас с этими Твими ангидами, ополчениями, соблюдаем и наставляем. Достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы. Яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно. И во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения. Серафим, без искления Бога, Слово Родшую Сущую Богородицу. Овеличаем. Господи Иисусе, Вести Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, Владыка живота мою, Дух праздности, уныния, любоначаляя, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же смиреномудрия, целомудрия, терпения и любви даруй мне. Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй, взлите мне мое прегрешение, не суждайте брата моего. Яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных Божий, очисти нас грешных Божий, очисти нас грешных и помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных Боже, очисти нас грешных Боже, очисти нас грешных Боже, очисти нас грешных и помилуй нас Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаляя праздностовия, сребролюбия не дашь мне. Дух же смиренно мудрый, целомудрый, терпение любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй зритель мне мое прегрешение, суждайте брата моего, якоб благословенный сила веки веков. Аминь. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наше, владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наше имени Твоего. Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, ижисти на небесе, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твое, кана небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь на днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое, Царствие, Сила и Слава, во веки. Аминь. Нескверная, неблазная, нетленная, причистая, чистая Дева, Богоневеста, Владычица, Я же, Бога, Слово, человеком преславным Твоим Рождеством, соединившее и отринувшее естество рода нашего небесным совкупшем. Я же ненадежных, едина надежда и оборимых помощи, готовое наступление к Тебе, притекающим, и всех христиан прибежища, не гнушайся меня грешного, скверного, скверных помыслов и словесы, деяниями всего в себе непотребно сотворша и разумом лености сластей жития, раба бывша, но яко человека любимого, Бога Мати, Человеколюбие, человеколюбие милосердиеся, а мне грешним и блуднем и примимое, еже от скверных у стен приносимое Тебе моление, и Твоего Сына, и нашего Владыку, и Господа, Матернее Твое, дерзновение употребляющее, моли да, отвезет, и мне, человеколюбие, человеколюбный утробует Своей облагости, и, презрев мое бесчисленное прегрешение, обратит мя к покаянию и своих заповедей делателя искусно явит мя, и пристани мне, приснояко, милостивая и милосердная и благолюбивая, в настоящем уго житии теплой предстательнице и помощнице, сопротивных нашествий отгоняющей, и ко спасению оставляющей мя, и во время исхода моего, окаянную мою душу соблюдающей, и темные зраки лукавых бесов, далече от мя отгоняющей, страшный ли день суда вечная мя, избавляющей муки и неизреченные славы Твоего, Сына и Бога нашего, наследника мя, показующей южи и долучу, владычица моя, пресвятая Богородица, Твоим ходатайством и заступлением, благодатью и человеколюбием единородного Сына Твоего, Господи Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подавает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем, и пресвятым и благим, и жертвящим Его Духом, ныне, присноя веки веков. Аминь. И дашь нам, Владыка, на сон, к ведущим покой тела и души, и сохрани нас от мрачного сна греховного, и от всякого темного и ночного сладострасти украти стремление, страсти угаси рожжение на истрелы лукавого, яжи на ныть, стивно движимое, плоти наше восстание, утоли и всякое земное и вещественное наше мудрование, успи и даруй нам, Божий, бодрый ум, целомудрый помысл, сердце трезвящееся, сон легок и всякого сатанина мечтания изменен. Восстави же нас во время молитвы утвержденной в заповедях Твоих и память судеб Твоих в себе твердо и имуще. Всеночное славословие нам даруй, вы же пейте и благословите, и славословите, причистое и великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присноя веки веков. Аминь. Преславная, преснодевая Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву, Сыну Твоему Богу нашему, да спасет Тобой души и наша. Ване, мой Отец, приведущий мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава от Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присноя веки веков. Аминь. Боже, милости, будь нам грешно. Создавая нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй, благослови. Завтра будет продолжение чтения великого покаянного канона Андрея Критского в 6 часов вечера также, как сегодня. Завтра будет продолжение чтения великого канона Андрея Критского в 6 часов вечера. Завтра будет продолжение чтения великого канона Андрея Критского в 6 часов вечера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...